Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы поговорим еще об одной причине, которая как правило является источником и настоящей причиной аутичных проявлений. Это в первую очередь травмы шеи. Среди детей, которые к нам приезжают, время от времени встречаются такие, причина задержки в развитии которых это травмы шеи. Травмы шеи могут быть различной степени тяжести, но они все препятствуют нормальному развитию ребенка. При каких условиях может возникнуть травма шеи? Сам процесс естественных родов предполагает сильнейшую нагрузку на шейные позвонки ребенка и на его голову, то есть на его череп, на его черепные кости. Поскольку большинство естественных родов, к счастью, заканчивается появлением на свет вполне здоровых детей, это означает, что младенец изначально приспособлен к таким нагрузкам. И в норме в родах шея травмироваться не должна. И тем не менее, есть, в общем, довольно немало случаев, когда ребенок все-таки получает травму шеи. Иногда это получается в процессе акушерского вмешательства, иногда это получается при различных нештатных ситуациях в процессе родов. Ну, например, ребенок застрял в родовых путях. Вероятно, бывают другие еще какие-то ситуации, ну и врачебные ошибки, наверное, иногда бывают. То есть, бывают различные обстоятельства, когда все-таки травма была и травма была достаточно сильной. Помимо родовых травм, когда травмируется шея, бывают и травмы бытовые. Иногда дети неудачно падают и получают сильные травмы, вплоть до перелома основания затылка. Ну, сдвиги позвонков это еще более часто. Бывают трещины в позвонках, бывает много чего разного. Бывают также разрывы мышцы, бывает разрывы связок. Все это потом очень мешает. К сожалению, эти травмы не всегда своевременно диагностируются. Не всегда это видно на рентгене. Если, допустим, снимок рентгеновский снят не под тем углом, где, так сказать, конкретно проходит эта травма. Или бывают ситуации, когда вообще никто не делал никакого рентгеновского снимка и МРТ не делали. Ну, полагали, что само пройдет. А дальше происходит вот что. При наличии родовой травмы ребенок с рождения плохо спит. Он развивается хуже, чем его сверстники. Причем он может отставать в чем-то конкретном, а в остальном быть вполне в норме. Это зависит от того, где именно и насколько тяжела травма. Если травма небольшая, то ребенок все-таки развивается. Пусть даже как бы с замедлением, с задержкой, но все-таки развитие происходит. Если травма же затрагивает кровеносные сосуды и нервы, проходящие через позвонки шеи, то развитие ребенка может вообще затормозиться. После достаточно тяжелых бытовых травм у ребенка может начаться регресс в навыках вплоть до полной их утери. Мы видели таких детей, которые в возрасте 3-5 лет имели развитие на возраст 6-8 месяцев. Именно из-за нарушения кровообращения в спинном и головном мозге, вызванного травмами шеи различного происхождения. В зависимости от конкретного места, которое было травмировано, дети имели различные особенности поведения. От полной пассивности и индифферентности к окружающему миру до сильной гиперактивности. В общем, вплоть до невозможности усидеть на одном месте в течение нескольких минут. То есть, опять же, это определяется именно характером травмы. Во всех этих случаях дети испытывали сложности с обучением, а некоторые из них не имели даже базовых навыков. Встречались дети, которые эти навыки утеряли после травмы. И всем этим детям был поставлен диагноз аутизм. Аутизм по неизвестной причине, атипичный аутизм. Но, в общем, причина не была найдена. Так что же происходит при травме шеи и почему происходит регресс в развитии? Почему происходит деградация ребенка? Все дело в том, что через шейный отдел позвоночника проходят главные кровеносные сосуды, питающие мозг. Там же проходят крупные и мелкие нервы, обеспечивающие связь между мозгом и телом. Там же находится шейный отдел спинного мозга. И все это пронизано огромным количеством мелких кровеносных сосудов, питающих каждую нервную клетку, каждую мышцу. Естественно, это пронизано мелкими нервами, которые подходят к каждой мышце и к каждому органу, который там вообще находится. Человеческий организм – это удивительная, чудесная вещь. Он умеет восстанавливать себя, поэтому большинство травм, которые мы получаем, благополучно заживают сами и весьма за короткие сроки. Организм ребенка обладает еще более сильной способностью к самовосстановлению. Поэтому травма шеи, неважно в какой момент она была нанесена, должна быть достаточно серьезной, чтобы организм ребенка не смог бы с ней справиться. То есть все более-менее мелкое, все заживает само. При серьезной травме шеи обязательно будут разрывы в большом числе капилляров, питающих спинной мозг. Будут разрывы мелких нервов в районе травмы. Могут быть разрывы мышц и связок в шее. Может быть повреждение или сдавывание более крупных нервов или сосудов. Именно эти повреждения являются причиной дальнейших проблем с развитием. Если организм ребенка не справился с травмой, то происходит вот что. Организм заживляет все травмированные области, где сохраняется кровоснабжение, где продолжает проходить нервный сигнал. В областях же, которые остаются без кровоснабжения или где кровоснабжение ухудшается, там ткани либо погибают, либо как бы консервируются. То есть, например, уменьшается приток крови и, соответственно, замедляется рост. И просто данный участок, так сказать, тела ребенка растет, скажем так, совсем с другой скоростью, чем все остальное. Из-за недостаточного питания рост этих тканей может замедляться вплоть до полной остановки. В совсем тяжелых случаях может наступать даже дистрофия тканей. Крупные кровеносные сосуды могут приобретать нарушение своих функций. То есть, сосуд есть и с виду он даже может быть в порядке, но тонус его стенок понижается. И, соответственно, понижается количество крови, поступающей в мозг. Также может нарушаться отток жидкости из головного мозга при таких травмах. И это будет приводить к повышению внутричерепного давления. Мы говорим сейчас про очень маленькие разрушения, наступающие при травме шеи. Повреждения в крупных кровеносных сосудах иногда можно увидеть на проверках типа УЗИ или МРТ. Но, к сожалению, ни один прибор сегодня не обладает такой разрешающей способностью, чтобы фиксировать повреждения в капиллярах и других мелких сосудах. Также не фиксируется повреждение в мелких нервах, находящихся в районе повреждения. Если повреждается большая площадь тела, то последствия будут гораздо более тяжелыми. И характер нарушения развития в этих случаях зависит от того, какие именно области головного и спинного мозгов остаются без достаточного кровоснабжения. К сожалению, такие травмы имеют одно неприятное свойство. Если организм не смог все-таки справиться с этим и восстановить нормальное или относительно нормальное кровоснабжение этой и смежных областей, то со временем будет происходить ухудшение в состоянии ребенка из-за прогрессирующей дистрофии поврежденных тканей. Нужны большие усилия, чтобы этого не происходило. То, что я здесь описываю, это обобщение довольно большого количества различных случаев. На практике же каждая травма индивидуальна, и организм каждого ребенка индивидуален. Поэтому проявляться все это может весьма по-разному. Что помогает при травме шеи? Во-первых, помогает своевременная медицинская помощь. То есть она всегда конкретна. Если травма была обнаружена, то существуют методы, как это возможно залечить максимально правильным образом. Но во многих случаях на травму не обратили внимания, когда она случилась. Ну или обратили, не предприняли никаких мер. Это часто бывает при наличии родовых травм. И, к моему удивлению, это бывает и при бытовых травмах. То есть диагноз стоит, а ребенка не лечили. После того, как травма уже зажила, насколько смогла, то можно уже сделать следующее. При некоторых травмах может помочь вмешательство остеопата или хиропрактора. Причем важно. Я специально делаю ремарку, потому что тоже мы слышим очень странные вещи о том, что же такое хиропрактика. Так вот, под хиропрактикой я здесь имею в виду современную остеопатическую технику, разработанную в Америке. А под хиропрактором человека, успешно закончившего соответствующие учебные заведения в США и получившего право практиковать в США по этой специальности. Я надеюсь, это объясняет, что хиропрактор – это не человек, который будет сидеть за головой или еще что-то странное делать. В случае, когда уже есть нарушение кровообращения и повреждены нервы, то такого вмешательства будет недостаточно для полного выздоровления. То есть хиропрактор или остеопат могут помочь, вернувши позвонки на место, и кровообращение, вероятно, улучшится. И, собственно, такие случаи мы знаем тоже, то есть это часто помогает. Но, тем не менее, при улучшении состояния ребенка полного выздоровления не наступает. Что же происходит у нас в центре БРДОВИД с такими детьми? У нас мы добиваемся восстановления кровоснабжения и восстановления поврежденных тканей. Восстановление после тяжелой или давней травмы может занимать довольно долгое время, месяцы. Его скорость также зависит от многих факторов, для каждого ребенка индивидуальных. И особенно важна возможность повторного травмирования в этой области. Поэтому детям, у которых была травма шеи, противопоказаны следующие физические упражнения. Во-первых, кувырки, прыжки на батуте, прыжки в воду и любые другие упражнения или занятия, которые могут привести к резкому повороту или сдавливанию шейных позвонков. Естественно, следует избегать повторных травм типа падений со стула и прочих подобных. То есть за ребенком нужно все время следить. Всем спасибо, всем хорошего дня, до свидания.